Ну как можно прийти в чужую страну и сказать, что мы защищаем кого-то? Ну так любое государство может прийти в другое государство и сказать, что мы защищаем своих жителей. Люди перемешались. Люди сейчас приехали к родственникам, не знаю, купили какие-то дома, веки, ну чтобы проводить лето. Может быть бизнес открыли. Ну сейчас люди перемешались. Если сейчас начнется такое, что вы сделали, референдумы будут, так ваш Воронеж не захочет жить с Россией. У него просто выхода нет. Мы говорили, что Воронеж там с Путиным. Ему не давали глоток свежего воздуха, ему не сказали. У тебя есть два варианта, либо с Путиным, либо с Францией. Не сказали. Если бы людям дали возможность убирать, города бы отсоединялись. И с какого перепуга вы взяли, что отсоединялись в пользу России? Ну с какого перепуга? Я вот послушала этот Арестович, он говорит, что в начале войны россияне заказывали в киевских ресторанах себе места, что через три дня мы там будем ужинать. Ну ты пиздец. Вы представляете, что точно так же в московских ресторанах заказы делают немцы? Мы что, перешагнули порог 21 века, чтобы за три дня брать страны? И ведь подписались не только там Путин или там, не знаю, Шойгу, подписались просто россияне. Либо тем, что они поддакивали, либо тем, что они не врубаются, либо вот такое дегенеративное поколение родилось. И как вы это все будете объяснять потом своим поколениям, когда все, режим рухнет, как вы будете объяснять это все? Церковь ваша за Путина, ваша церковь за Путина, ваши бабочки за Путина, ваша молодежь за Путина, Москва за Путина, Питер за Путина. И при этом все родственники живут за границей. Все родственники учатся за границей, все родственники учат английский, все родственники имеют свои банкинские счета за границей. Никто не хочет переезжать обратно в Россию, жить где-нибудь там, не знаю, в Комарово. Никто. такой такой обман все видишь это обман и продолжает эту игру играть и каждый день умирают украинцы